Последняя статья, которая появилась именно о ошибках русских, о том, что они собирались делать первые дни войны, она как бы для него выгодная. Но между ними проскочил вот этот материал. Зеленский разговаривает с журналистом американским и дает вот эти объяснения о том, а почему он не отреагировал на американские предупреждения. Они передают наперед вопросы. Потом, может быть, телефонное интервью какое-то там происходит, все. Но Зеленский-то в ответ, поскольку большинство этих интервью не личные, а видеоконференции, суфлер читает уже подготовленный текст и дает ответы на заготовленный вопрос. После этого на вычетку нужно присылать. Переписывают очень много. Но есть видеоформат. Вот видеоформат. В этом видеоформате ты тут же не перепишешь. И в ней этот видеоформат американское издание может поставить свои условия. Оно поставило свои условия. И ничего отдать назад на нарезку, на подчистку уже не удалось. И пошло то, что он говорит на прямые ответы. Когда ты говоришь напрямую журналистам без суфлера, ну, представить себе результат может. Ну, собственно, начнем с того, что определенная серия статей. Одна статья, в которой написано о том, что есть огромное недоверие к украинской власти в США. Плохая статья, скажем так. Ну, не совсем плохая статья. Плохая тема. Статья, в принципе, более-менее адекватная. Но там это не статья в стиле некоторых вещей, на которых делал акцент Виктория Спарц. Она делала, ну, некоторые акценты, которые делают часто трамписты, которые не нужно делать, когда поддерживаешь Украину. Она тут немножко поплыла в этом направлении, когда она зацепила вопрос вооружений, контроля за ними, прочее. На самом деле, я думаю, что там все в порядке. Там очень хорошо все контролируется. Но о всех других. Украинская власть, которая не хочет демократии. Украинская власть, которая продвигает дальше коррупционные схемы. Украинская власть, которая не умеет руководить страной не способна, но которая постоянно имеет претензии ко всем своим партнерам. Вот этот момент. И что это, в том числе, и тормозит помощь Украине по тому же Ленд-Лизу, по прочих направлениях. И вот этот момент, мы об этом уже не раз с вами разговаривали. И прошлую неделю говорили. То есть, на самом деле, то, что написано в той статье, это абсолютно настоящая реальность. Это то, что притормаживает Байдена. И с одной стороны, на него давят там трамписты с тем, перестань вообще помогать Украине. Ты видишь, что эта страна изгой. С другой стороны, на него давят другие, в том числе и даже те же самые трамписты. Помогай Украине больше, ты плохо ей помогаешь, ты не так все делаешь. Вот мы бы делали правильно. Ну или вот это недавнее письмо, то есть еще одна публикация тоже в американской прессе, где ключевые, видные, экс-дипломаты и экс-командующие, американские, советуют очень серьезно усилить помощь Украине, максимально бросить все для того, чтобы был эффект концентрации, чтобы Украина могла наснести удар, начать контрнаступление. А для этого нужна действительно концентрация, ее просто физически у нас нет. Мы можем держать Россию, можем ее ослаблять, но это может продолжаться годами. Вот это требование. Это тоже одна из статей, которые сегодня появились. То есть США сейчас буршует в определенном котле несколько разных мнений. Есть инспирированное, не с Россией, к счастью. Россия тут уже на США влиять серьезно не может. Трампистское мнение, что нужно просто про Украину забыть. Украина сама уже продержится, ее нужно поддерживать по минимуму для того, чтобы в Украине был Афганистан. Чтобы Россия была как можно дольше туда вовлечена. То есть если эта война будет продолжаться три года, то Россия развалится стопроцентно. Если война будет продолжаться два года, то Россия, наверное, развалится. Если война закончится за год, то Россия не развалится и сможет когда-то восстановиться. Вот как бы подход и такой есть. Но в этом подходе наше существование будет адом. К счастью, Байден к этому не склонен. Вот эти моменты, они все сейчас появляются в американской прессе, и там довольно серьезная дискуссия. Так нужно ли по максимуму помогать или не нужно по минимуму помогать? Байден где-то помогает посередине. Из-за этого его критикуют с двух сторон. Вот это направление. И в этом ключе параллельно вдруг появляется большая статья, огромная статья, в которой расписывается детально, с участием целого ряда журналистов и экспертов, все как за последние полгода до вторжения прорабатывалась тема неминуемости российского вторжения. И самое главное, как украинское руководство об этом уведомлялось. Об этом написано. Это очень большая, серьезнейшая статья, которая Вашингтон-Пост, именно там-то это было, в которой выделены все эти акценты. Знаете, вот такие статьи с такой разговорчивостью американских руководителей, которые обычно молчат. Вы обратили внимание, позицию высшего руководства страны и элит американских, именно элит, там элиты есть, у нас элит еще пока что нет. Американских элит высказывают вслух и подписывают подобные письма большие, экс. Но это не их личная позиция, это позиции и действующих. Просто действующие дают свои комментарии только тогда, когда это официально согласовано. Там есть определенная дисциплина, там не вылетит заместитель министра и не станет рассказывать, анонсировать, куда и как пойдут украинские войска, там через день или через неделю, и враг успевает подготовиться, срывается атака. Там не выйдет еще один заместитель министра и не станет рассказывать, а вот нас туда попали, вот и постить фоточки. Там такого быть не может. Там такой человек моментально потеряет должность и попадет под следствие ФБР. Моментально. Это у нас может быть Герашченко и всякая прочая нечисть. Так вот, когда там именно действующие руководители Сальван, Блинкен, другие начинают говорить с журналистами на эти темы и сдавать им секреты, это значит, что это санкционировано на самом высоком уровне. Это значит, что Байден, который уже один раз сам просто сказал, что я предупредил Зеленского, Зеленский не хотел меня услышать, что будет война, и не начал готовиться к войне. Байден получил в ответ грязь. Ну, такую же самую грязь, как получила Виссурия Спарц. Ну, разве что, может быть, без таких мочеков, как на нее полились. От высшего крововодства страны, от всех этих представителей ОПы Зеленой, от Министерства иностранных дел. Байден обиделся. Он действительно на месяц притормозил военную помощь Украине. За это время у нас дополнительно погибли, из-за долгого языка Зеленского и нежелания его понять, что нужно просто извиниться, когда ты что-то неправильно сделал, погибли еще несколько тысяч украинцев. Вот, чтобы мы просто понимали цену мерзости украинских некоторых чиновников и высших самых чиновников, которые не понимают, что нельзя играться в свои мелкие амбиции, когда ты уже и так виноват. Когда ты виноват и тебе на это указали, нужно сказать, извините, просите, был глуп. А не рассказывать, вы там сами дураки, вы нам чего-то там не дали. И за это, за это что это было? Не только была приторможена помощь, она все равно возобновилась, она сейчас идет довольно хорошо. Мы просто много потеряли времени и людей. Но сейчас пошли уже психологические удары от ветки. С одной стороны, они направлены жестко против самого Зеленского. Зеленским все равно придется работать. Но он все равно законно избран президент. Все, никуда от этого не денешься. В Украине можно работать с властью. В Украине нельзя работать, ну не можно работать в другой стороне с оппозицией. Ну нельзя. Вам все равно придется работать с властью. И потому Зеленского как бы напрямую не бьют. Но идет давление параллельное на то, чтобы Зеленский прибрал Ермака. И мне кажется, это сейчас координируется через американское посольство. Это начинает чувствовать очень многие в Украине, которые чувствительны к тому, а что их ожидает на Западе. И как к ним будут потом относиться. И это влияет одной стороны. С другой стороны, подавливается у Зеленского. Ему нужно избавиться от кротов. Ему нужно избавиться от людей, которые очень сильно дестабилизируют ситуацию в стране изнутри. Которые вредят. Которые явно хотят избавиться от зауженного. Которые начали вот сейчас снова попытки репрессировать Марченко. Прочие вещи. Вот их нужно присадить. И Зеленскому присылали черную метку. Это самая обычная черная метка. Американские большие чиновники сказали ключевым журналистам. Вы можете получить сенсационный материал. Мы вам расскажем то, чего бы не рассказали. Американские журналисты прекрасно понимают, для чего это. Но есть и правила игры. Если вы хотите еще когда-то получить такой же самый сенсационный материал. Чтобы это было у вас, а не в New York Times, скажем. То в таком случае вы подноготную этой кухни не выпускаете наружу. Вы запускаете тот материал, который вам дает. Да, вы можете его переосмыслить. Они прекрасно понимали, что это средство давления на Зеленского. Но они запустили материал в полной своей объективности. А объективность этот материал для Зеленского ужасен. Там расписано, как все было ясно с этим. Как ему сколько раз это объясняли. Как он этого не хотел слышать. Прочее, прочее. При том всем, что сам Зеленский там ни разу как бы в оскорбительном и унизительной форме не упоминается. Но параллельно с этим прошли как бы два других процесса. Один из них образился в прессе. А другой из них как бы завис у нас в воздухе. И это значит, что уже сигналы начинает понимать. Это уже хорошо. Это значит, что учиться начинают уже хотя бы на уровне трехлетнего ребенка. Знаете, трехлетний ребенок схватится рукой за раскаленный металл. Поймет, больше не схватится. Засунет один раз пальцы в розетку, другой раз уже не засунет. Как бы обучение начинается. Вот наша власть до недавнего времени вела себя как полуторалетний ребенок. Который может и третий, и четвертый, и пятый раз ухватиться за раскаленную сковороду. А сейчас уже доросла до уровня трех-четырехлетнего, который уже делает какие-то выводы. Это что касается ответки на вот эти материалы, которые появились. Они стали осторожнее. Они уже не стали сейчас хамить американским журналистам. Они поняли, что будет больно. Это хороший сигнал. Правда, ну, когда нами руководят дети уровня интеллекта трех лет, это ужасно. Но раньше было хуже. Теперь возвращаемся к тому, о чем вы спросили. На самом деле, вот эти видеоблоги, интервью Зеленского журналистам американским, они как бы пошли как параллельный материал к этому большой-большой статье, огромной о том, как готовилось российское вторжение. Там целая серия статей. Там неприятнее, более приятная статья о том, как Россия там ошиблась, думая, как она захватит Украину. Потому что там есть вопрос, как бы ставится акцент, что Зеленского не готовили на роль Гауляйтера. Что для него сейчас очень важно, чтобы никто об этом даже не подумал. А что его могли убить. Как бы для него это очень приятная новость. Как бы его немножко отбеливает. Потому что много вопросов появляется. А почему не убежал? Если такой трус, но ты не убежал. Ну, как бы, а может ты ожидал? Ты снял всю оборону столицы. Ты ее открыл врагу. И не убежал. Зная, что столица открыта. Что им действительно за три дня войдет враг. Да, не вошел. Да, остановили. Но без твоей помощи. Вопреки тебе. Вопреки твоим действиям. И чтобы это не ставился, этот вопрос слишком жестко. Для Зеленского вот эта последняя статья, которая появилась именно о ошибках русских. О том, что они собирались делать первые дни войны. Она как бы для него выгодная. Но между ними проскочил вот этот материал. Зеленский разговаривает с журналистом американским. И дает вот эти объяснения о том, а почему он не отреагировал на американские предупреждения. Это как бы шло все большим единым материалом. Это отдельные статьи, это отдельные материалы, это отдельные записи. Но это все большая журналистская работа с единым блоком, которая выходила. И вот тут Зеленский оказался без суфлера. Вот как всегда. Когда ему пишут, ему пишут иногда неплохие вещи. И он может согласовывать тексты. И много журналистских материалов, которые выходят с Украины, журналистам нужно иметь позицию президента страны, которая участвует в войне и хорошо, достойно участвует, громит вторую армию мира, как они считают. Как бы заради этого они готовы пойти на моменты, которые им неприятны. Они передают наперед вопросы. Потом может быть телефонное интервью какое-то там происходит. Но Зеленский-то в ответ, поскольку большинство этих интервью не личные, а видеоконференции в суфлер читает уже подготовленный текст. И дает ответы на заготовленный вопрос. После этого на вычетку нужно присылать. Переписывают очень много. Им это не нравится. Но они получают все равно эксклюзив от президента воюющей страны. Они на это идут. Но есть видеоформат. И вот видеоформат в этом видеоформате ты тут же не перепишешь. И в ней этот видеоформат американское издание может поставить свои условия. Оно поставило свои условия. И ничего отдать назад на нарезку, на подчистку уже не удалось. И пошло то, что он говорит на прямые ответы. Американцы будут отойти от вопросов, которые были согласованы заранее. А даже если не отойти, когда ты говоришь напрямую журналистам без суфлера, Ну, представить себе результат можно. Мы видели Зеленского, который зачитывает более-менее меняемый текст. И мы видели Зеленского, который на этих всех пресс-пойнтах вдруг начинал отвечать на вопросы. Ну, это вообще не связанный текст, в котором непонятно, что к чему. Он наговорил, текст не связанный у Зеленского. Там действительно нет никакой связи. Но там есть несколько логических линий. Но это называется, заслужил на 10 лет тюрьмы, но решил оправдываться. Так оправдывался, что получил смертную казнь. Вот где-то это у Зеленского и произошло. То есть, к нему претензии были, что он не реагировал. Были. Ему это помнят. Но это как бы отходит на задний план. Промолчи, и через месяц в Украине мало кто. Вот кроме таких, как мы с вами, и там некоторые части наших слушателей, язвителей вспомнят Зеленскому, что он не реагировал на американские предупреждения. Что он там не делал того на севере и прочее. А дальше все пойдет по накатанной. Нас ведь, вы обратили внимание, как нам подсунули имем, кто разминировал Чангара. А ведь дело не в разминировании Чангара. Чангар-то и не разминирован был. Дело в том, а кто предал? А кто снял оттуда целый укрепрайон? А кто оттуда убрал тысячи наших военных? А кто оттуда выявил артиллерию, танки? Кто это все убрал? Почему за несколько месяцев до вторжения оттуда начали вывод украинских войск? Вот это. А нас толкают в конкретной теме. Кто разминировал? И после этого вот будет то, что Резников сказал, или Шмыгаль сказал, что вот закончится война, и мы сядем и в этом разберемся. Да, мы очень быстро разберемся, кто разминировал Чангара. Никто не разминировал. Но Минные поля сдал такой-то генерал СБУ. Это сволочь, мы его уже осудили, он уже получит свои 15 лет тюрьмы. Или там пожизнение. Все прекрасно, Зеленский ни в чем не виноват. А основных вопросов нам не дают ставить. И нас как бы отводят в сторону. Вот это, кто разминировал Чангар, навязанный украинцам, вместо того, кто убрал оттуда армию, кто открыл ворота с Крыма, все прочее, оно как бы дает возможность Зеленского отградить. Но тут включается камера, и Зеленский начинает сам говорить. И те вопросы, по которых мы бы забыли эти обвинения, потому что они не такие однозначные. Тут нужно понять, тут нужно доискиваться этих проблем. Всегда можно сказать, но американцы были не совсем объективны. Они там на самом деле не всю правду говорили, то, что нам отвечали до этого момента. Но Зеленский сказал то, что он сказал. Он обвинил во всем украинцев. Продолжение следует...